Здравствуйте! В этом видео мы нарисуем портрет карандашом. И начнем с того, что обозначим нижнюю часть лица и нам понадобится линейка вот от этой нижней точки, это будет по центру, мы отмеряем 12 сантиметров и рисуем прямую линию. Дальше отмеряем вот отсюда пять с половиной сантиметров. Это у нас будет линия глаз 8 сантиметров и 9 с половиной сантиметров. И там где пять с половиной, там где линия глаз мы рисуем горизонтальную линию, которая будет 9 сантиметров шириной. То есть вот здесь вот у нас проходит 4 с половиной и соответственно рисуем такую горизонтальную линию. Это будет линия глаз. Дальше мы начинаем соединять, вот эта вот нижняя часть это будет подбородок и мы этот подбородок начинаем соединять вот с этими точками. Это будет овал лица с одной стороны, с другой стороны. Стараемся, чтобы было симметрично по возможности. Да, но если не получается очень симметрично, делайте так как получается, потому что у человека все равно симметрия не идеальная, даже часто бывает ассимметрия лица. Удобно использовать ластик. Вот взять обычный ластик, разрезать его, чтобы получился такой треугольничек острым кончиком. Удобно, когда вы рисуете портрет, удобно делать тонкие линии и какие-то стирать мелкие детали. Вот получилось лицо. Дальше начинаем вот отсюда. Это будет линия рта и мы рисуем. Относительно вот этой средней линии мы смотрим, чтобы левая половинка, а вот эта вот левая половинка была по размеру такой же, как и правая. Это позволит сохранить симметрию. Это будет линия губ, такая вот средняя, она немножко будет с изгибом. Можно нарисовать ее ровную чуть-чуть. А вот можно чуть-чуть здесь сделать изгиб. Такой вот вниз. Здесь немножко уголки губ поднять. И теперь вот здесь вот добавляем на небольшом расстоянии такую галочку. Да, это похоже на треугольник. И соединяем с уголками губ. Смотрите, вот эта верхняя губка, она не очень толстая, а вот у нас здесь должно остаться еще место, чтобы влез нос. Так, еще раз сейчас проверим симметрию, чтобы две половинки были одинаковыми. И здесь тоже тут галочку мы соединяем с уголком губы, галочкой просто соединяем. И нижняя губка отмеряем примерно на глаз, какого она размера. Рисуем здесь горизонтальную линию и соединяем ее тоже с уголками губ. Стараемся, чтобы примерно левая половинка была похожа на правую, но не обязательно прям супер идеально. У меня тоже получается не идеально. Уголки губ можно чуть-чуть загнуть вверх. Вот у нас получились уже губки. Дальше носик. Да, вот здесь вот у нас была такая линия, отметка. Рисуем горизонтальную линию небольшую и от нее вверх с одной стороны и с другой стороны. А вот как бы такое, это получается похоже на трапецию. И вот здесь вот мы добавляем ноздри, такие вот овальные темные пятнышки. Это будут ноздри и по бокам мы рисуем полукруглой формы. Это будут формы носа. То есть ноздри с одной стороны и с другой. Можно всегда померить. У нас есть средняя линия. Вы берете карандашиком, замеряете левую половинку от ноздрей до центральной линии, потом от центральной линии до ноздрей. Смотрите, чтобы размер был одинаковым. Вот у нас уже получился носик. Дальше переходим к глазам. Вот от этих ноздрей. Вот примерно на том же уровне мы проводим линию с одной стороны и с другой. Мы ее потом сотрем. Сильно не нажимайте. И вот здесь вот мы ставим точечку с одной стороны, с другой. Дальше эти линии вспомогательные мы стираем. У нас эти две точечки. Они на одинаковом расстоянии от центра, от центральной линии. Да, и примерно вот тут, чуть выше, чуть выше вот этой горизонтальной линии. Где-то вот на таком расстоянии. В каком-то расстоянии. Чуть выше мы ставим точечку. И здесь, да, вот на том же самом уровне мы тоже ставим точечку. Измерим относительно средней линии. А где она будет? Это будут точечки, которые обозначают глаза. И соединяем эти точечки дугой. Да, соединяем дугой. Так. Она может быть разной формы эта дуга. Немножко может быть более такой вот более изогнутой или более плоской. И вот здесь нижняя часть глаза. То есть нижнюю дугу мы тоже рисуем, да, тоже соединяем эти две точечки. Примерно так. И с другой стороны можно себе провести вспомогательную линию, да, чтобы понять, до какой высоты будет этот глаз тоже, чтобы сделать симметрию. Вот еще раз смотрим. Это вот на одной линии. Чуть-чуть ровняем. И вспомогательные линии стираем. И то же самое снизу. То же самое снизу. Получается глазик. Дальше внутри глазика мы рисуем кружок. Это радужка глаза. Обычно заходит под верхнее веко, да. То есть вот как бы этот кружок, он там продолжается. А снизу он или касается, или даже не доходит. То есть верхнее веко прикрывает, нижнее не прикрывает. Так, с одной стороны и с другой. В том же самом месте примерно, примерно такого же размера мы рисуем радужку. Кружок, который тоже заходит под верхнее веко, нижнее или касается, или не касается. Дальше рисуем вот здесь вот блик. Блик, маленький кружочек. И зрачок. Зрачок это черненький кружочек. И вот здесь тоже рисуем блик. Блик это белый кружочек. Ну то есть это отражение цвета. И вот здесь рисуем тоже. И можно сразу заштриховать, чтобы зрачок был темным. Стараемся, чтобы эти зрачки тоже были по возможности одинаковые по размеру. А если если где-то что-то у вас не получается, сотрите. Попробуйте нарисовать заново. Примерно так. Дальше нарисуем брови. Посмотрим где у нас будут брови. Ну где-то примерно вот над этим. А, нарисуем давайте веки сначала, еще потом брови. Здесь вот от уголка глаза пойдет веко небольшое. А линия века повторяет линию глаза, как дуга. И то же самое с другой стороны. Самое с другой стороны. Это века бывает более крупным или более мелким. То есть у кого-то больше века, мы видим у кого-то меньше. Все зависит от анатомии каждого конкретного человека. И теперь, да, вот можно посмотреть уже насчет брови. Что у нас, где у нас будет бровь. Примерно вот отсюда. И какой она будет форма. Форма бровей тоже у всех очень разная. Посмотрите, вот это расстояние от века до брови. Сделаем примерно вот такую форму. Так. Здесь вот она немножко будет толще. И потом сужается. И здесь проведем вспомогательную линию. А померяем. Поставим точечку. И тоже нарисуем бровь. Примерно такой же формы галочка. Здесь вот она расширяется. И потом сужается. Это все можно тоже проверять с помощью вспомогательных линий. И дальше посмотрим, где у нас будет контур волос. Да, вот примерно он будет. Где вот мы поставили точечку. А вот здесь будет заканчиваться пробор. И вот тут у нас часть лица закрывают волосы. Мы намечаем линии. Прическа может быть у вас, конечно же, тоже своя. Не обязательно такую же делать, как у меня. Можно немножко по-своему. Так. И вот здесь мы рисуем прядь волос. Я рисую несколько толстых линий. А потом ластиком подтираю аккуратненько. Чтобы получалась одна наиболее точная. И теперь другую часть пробора. Вот у меня где-то будет часть лица закрываться. Вот тут вот как-то повыразительнее попробуем сделать. Да, может быть даже немножко я сдвину этот пробор. Где-то вот он может быть. Даже вот еще сдвину. Так. Здесь вот так, чтобы эта линия была поизящней. Тут вот она как бы обтекает лицо. И уходит вниз. Вот у нас получился контур лица. Теперь я стираю все вспомогательные линии. Вот это вот то, что я чертила. Центральную линию. Все аккуратненько стираю. Для того, чтобы уже начать заштриховывать. И какие-то детали мы уже дальше прорисуем в процессе штриховки. Здесь очень важно стереть вспомогательные линии, потому что когда мы начнем штриховать, когда мы заштрихуем уже частично, уже будет их стереть сложно. Поэтому стирайте сейчас. Здесь где-то что-то стерлось, сейчас мы подделаем. Немножко подрисуем. Можно где-то форму даже добавить поизящнее. Носик, губки. Вот что у нас получилось. И теперь будем добавлять детали и добавлять штриховку. И начнем штриховку с век. Я возьму карандаш помягче. У меня был HB, твердо-мягкий. Теперь я возьму 3B. Мы будем растушевывать. Поэтому, чтобы было удобнее растушевывать, мы возьмем карандаш помягче. Но можно использовать любой. И начинаю закрашивать над веками. Вот эти вот тени над веками. Сильно на карандаш не нажимаем. Но каким-то таким сероватым оттенком. Я закрашиваю, заштриховываю достаточно плотно. С одной стороны, с другой стороны. Именно вот над веками. Это будет такая вот глазная впадина. То есть углубление, в которое вставляется глаз. А глаз это шарик. Вспомните белый шарик. Вставляется в глазную впадину. Вот я заштриховала здесь вот. Над веками. А дальше, где-то вот отсюда, я начинаю заштриховывать тени на носу. Тоже сильно на карандаш не нажимаю. Но все равно достаточно плотно. Плотно заштриховываю тени. Тени носа. С одной стороны. И с другой. Может прям соединяться с бровью. И вот с этой тенью над веком. Дальше я это буду соединять и буду растушевывать. Поэтому сейчас рисую вот так. Дальше тени получатся более мягкими. Нос мы сделали. Можно еще сделать теперь щеки. То есть не щеки, а сам овал лица. Вот примерно здесь у нас будут тени. Мы обозначаем и заштриховываем. Если нужно, где-то можно подтемнить линии какие-то контурные, чтобы их не потерять. Вот пока так условно, да. Но имейте ввиду, что нужно будет их растушевать. Или растушевкой, или пальцем, или салфеточкой можно. Можно ватными палочками растушевывать. Но пока просто накладываем тени. Стараемся штриховать плотно, чтобы не было каких-то таких вот пятен более темных. Так, вот здесь будут такие тени. Потом под носом немножко сделаем тень. Здесь вот тень под носом и губа. Да, две вот таких линии рисуем. И это тоже сделаем темненьким. Под губкой сделаем. Да, вот можно подчеркнуть. Здесь вот обычно тоже при стандартном освещении сверху или сверху и сбоку. Здесь вот бывает тень. Вот здесь вот сделаем. Под челочкой тени. Под волосами. Эта тень, она не темная. Да, вот я делаю ее. Может быть, кажется, что она темная, но она потом соединится. Когда я растушую, она будет выглядеть более светлой. Под челочкой вот здесь вот накладываем тени. И все, да, вот когда мы так заштриховали, мы начинаем растушевывать. Растушевывать пальцем. Как бы растираем. Здесь. Здесь. А, прям сильно надавливаем. Если вы не хотите, пальцем можно растушевывать. Бывает специальная растушевка, если у вас есть. Можно ватными палочками, можно салфеточкой или какой-то бумажкой растушевывать. Но проще всего пальцем, чтобы получались тени. Сильно нажимаем и растушевываем. Размазываем, соединяем. Все. Чтобы получались более плавные переходики от белого к этим теням. Если где-то нужно, мы что-то потом сотрем. Так, здесь вот. Еще добавим немножко. Вот здесь вот. Нижнее веко. Такое вот чуть-чуть прям. На карандаш сильно не давим. Да, чуть-чуть просто подтемним. И тоже растушевываем. Вот мы когда растушевали, у нас получились тени. Дальше начинаем заштриховывать более темные места. И заштриховываем брови. Тут уже у меня карандаш помягче. Можно брать или 2Б или 3Б. Сначала общий фон этой брови. Заштриховываем. А потом уже можно посильнее надавить на карандаш. И изобразить волоски. И уже сделать потемнее кое-где. То есть кое-где мы мягким карандашом. 2Б, 3Б или больше. Мы надавливаем. И добавляем контраст. Примерно так с одной стороны. И то же самое с другой. Сначала общий фон этой брови закрашиваем. А потом начинаем прорисовывать волоски. Как они растут эти волоски. А вот кое-где. Уже надавливаем сильно. И поэтому карандаш нужен мягкий. Мягкий карандаш рисуют более черным. Более черным, более темным. Мягкие карандаши это 2Б, 3Б. Еще раз повторю. Вот примерно так. И дальше перейдем к глазам. А вот эту вот линию верхнего века мы обводим. И надавливаем. Уже посильнее тоже мягким карандашом. 2Б или лучше даже 3Б и больше. 3Б, 4Б. Зрачок затемняем. То есть тоже уже я надавливаю посильнее мягким карандашом. Чтобы он получался очень темным. Прямо почти что черным. И то же самое с другой стороны сразу же. Тоже затемняю. Здесь вот можно как-то уточнить эту линию. сделать потолще линию верхнего века. Здесь вот зрачок затемняю. Зрачок бывает, если очень светло, он становится более узким. То есть более маленьким. Если темно, он становится более большим, более крупным. Вот примерно так у меня получилось. Да. Можно еще здесь вот немножко обвести. Но уже не так сильно, как века. Да. Как нижняя часть века. Просто чуть-чуть эти линии мы сохраняем. И нижняя часть глаза тоже мы чуть-чуть подчеркнем. Там, где реснички растут, эта часть будет более темная. Вот здесь вот, где край, мы чуть-чуть затемняем. С одной стороны, с другой. Такой треугольничек темненький получается. А здесь вот слезничок мы отделяем. Слизник это откуда слезки текут. Да, вот мы тоже его отделяем. И теперь радужная оболочка, радужка. То есть это то, какого цвета глаза. Голубые глаза, карие, зеленые. Это называется радужка. Такой вот кружочек. Он у всех разный, разного цвета. Мы его обводим. И верхняя часть темнее. Надавливаем сильнее на карандаш. А к низу становится посветлее. Мы уже почти что не надавливаем карандаш, а рисуем как бы таким вот сереньким. Книзу совсем она становится более светлой, эта радужка. Такой вот стараемся сделать плавный переходик. И то же самое на другом глазу. Обводим сначала эту радужную оболочку, радужку, темной полоской. Потому что обычно она обведена, если вы посмотрите на фотографии людей. Она обычно обведена. Кверху мы ее затемняем. Надавливаем на карандаш сильно. И потом начинаем высветлять. То есть на карандаш уже так сильно не давим. Уже получается она такая светло-серенькая. Так, нужно только постараться, чтобы она была примерно одинаковая. Тут у меня... Сейчас я проверю в чем дело. Немножко получились разные глаза. А если вы обнаружили, что у вас разные глаза у вашей девушки, ничего страшного. На любом этапе можно все немножко подправить. Так, вот этот глазик сейчас немножко прибавлю. Аккуратненько стираю ластиком. И прибавляю сюда, чтобы эти глаза были одинаковыми по размеру. То получились немножко разными. Один больше, другой меньше. Но на самом деле у людей так и есть. У людей, если рассмотреть и все померить по линейке, то обычно ассиметрия. То есть у людей не симметрично, не одинаково левая сторона и правая. И вот у меня получились глазки. Дальше нарисуем реснички где-то вот отсюда. С середины глаза мы начинаем рисовать такую вот дугу. А реснички они как дуга. Может быть даже я возьму карандаш помягче, еще мягче. Ресницы бывают более длинные, менее длинные. Рисуем так, как получается. Тут они уже становятся более маленькими. И почти что их не видно. Можно их даже и не рисовать. И то же самое с другой стороны. начинаем с серединки, рисуем по дуге. Какое-то количество ресничек, которые влезают. И потом эти реснички мы немножко утолщаем к низу. Чуть-чуть проходимся по ним. Добавляем снизу толщины и объемы. Можно добавить более короткие. Ну и смотрим, как это выглядит. Смотрим, как это выглядит. Нужно ли еще добавлять ресничек. Их можно сделать больше, можно сделать меньше. И смотрим дальше, что мы еще будем добавлять. Затемняем ноздри темным карандашом. Прямо чтобы они были очень-очень темные. Почти что черные. Если какие-то линии стерлись, можно их тоже подтемнить. Теперь что с губами. Какие-то линии губ обводим. Особенно вот эту линию нужно затемнить. Тут можно тоже уголки губ немножко вокруг них как бы подтемнить. и подразмазать. Так. Эта вот линия, она может быть более толстая. Здесь вот подчеркнем. То есть делаем, чтобы линия была не одинаковой. Чтобы она была более живая. То есть она где-то потолще, где-то потоньше. И начинаем заштриховывать губы. Неравномерно. А вот с левой стороны немножко мы сверху подштриховываем. И то же самое с правой. Немножко подштриховываем. На карандаш нажимаем средним нажимом. И потом в целом проходимся по всей губке. Верхняя губка обычно темнее. При стандартном освещении. Можно еще подкорректировать форму. Форму губок. И теперь нижняя. Нижняя губка вот здесь мы заштриховываем. По таким треугольничкам. Нижнюю часть немножко сверху. Ну а в целом она должна быть светлее, чем верхняя. Верхнюю можно еще чуть-чуть подтемнить. Потому что верхняя смотрит вниз на нее падает меньше света. А на нижнюю падает больше света. И еще подтемним под губой. То есть нажимаем посильнее чуть-чуть под губой. Еще больше затемняем тень. Чтобы было больше объема. Если нужно, подразмазываем. Подбородочек мы наоборот стираем таким вот овалом. Потом можно сразу стереть еще под глазками. Да, вот тут, если нужно, где веки немножко торчат. Немножко видны. Здесь под глазками. Протираем ластиком. Куда падает свет. То есть обозначаем те плоскости, на которые падает свет. С одной стороны, с другой. Если там случайно затерлась, мы там высветляем. Где нужно, еще немножко так вот подсоединяем. Подтираем пальцем. Потом верхняя часть носика, центральная. То есть то, что смотрит вверх. Здесь, вот на лбу, мы тоже чуть-чуть кое-где высветляем. Осветляем и нужно соединяем еще раз. Аккуратненько. И дальше, да, смотрим, что мы делаем дальше. Дальше будем добавлять волосы. Начинаем заштриховывать по форме волос. Уже на карандаш нажимаем посильнее. И рисуем вот как бы такую прядку волос, чтобы у нас выделилось лицо. У нас такая прядка получается с одной стороны. И такую же прядку мы рисуем с другой стороны. Причем можно даже чуть-чуть вот эту границу волос подчеркнуть. Делать потемнее. Чтобы волосы отделились от лица. И вот здесь тоже начинаем, как вот идут волосы. Прямо вот по форме, по форме вот этого контура. Мы начинаем заштриховывать. Волосы темные, да, и поэтому лицо начинает высветляться. И тени начинают соединяться с этой темной массой волос. А лицо выглядит более объемным из-за этого. Так, ну вот здесь. Здесь вот у нас еще одна прядка. Вот уже личка начинает постепенно выделяться. Дальше нам нужно нарисовать шею. Примерно тоже, чтобы она была одинаковая и симметричная. Да, у женщин шея тонкая, вот летит мужчин. Потом вот здесь вот мы подчеркнем, то есть подтемняем. Подтемняем овал лица. Просто его обводим более темной линией, мягким карандашом. И затемняем под подбородком. Да, рисуем тень подбородком. Тень на шее, да, шея у нас дальше, подбородочек ближе к нам. Поэтому там появляется тень. Растираем ее. Растушевываем. Чтобы шея у нас ушла туда, вот назад. Еще добавим ушко. А вот немножко мы его видим. С одной стороны, с другой может быть немножко видим. В зависимости от того, ну как у вас волосы лежат. Они могут быть ближе, могут быть дальше. И теперь добавляем волос. Добавляем волос. Вот здесь вот у нас примерно проборчик. Да, смотрим сколько волос. Волос опять же у всех может быть разное количество. У кого-то волос больше, и они пышнее. У кого-то волос меньше, и они не настолько пышные. То есть какое-то количество волос, контур этих волос мы добавляем потихонечку. Примерно так. С одной стороны. Вы можете нарисовать какую-то свою прическу. И с другой стороны. К низу, может быть, они немножко расширяются, эти волосы. Можно делать не такую пышную прическу. Какую-то другую. И будем заштриховывать эти волосы. Лучше это делать уже более мягким карандашом. Да, прямо стараемся по форме. Вот как они идут. Вот они вот отсюда, от проборчика. Немножко идут вверх сначала, поднимаются. Меняем направление штриха в зависимости от вот этого вот контура. Такими вот штрихами по форме волос мы заштриховываем эти волосы. Стараемся, чтобы не было промежутков между штрихами. Если у вас есть промежутки, просто прям больше раз проходитесь карандашом и заштриховывайте. Можно вот какую-то прядочку сразу отделить, например, там поднажать, чтобы эта прядочка, например, выделялась. И мы полностью заштриховываем волосы. Можно их делать более темным, менее темным. Но если они будут темнее лица, то ваш портрет будет выглядеть выразительнее. И теперь с другой стороны. Вот тут как. Сначала вот так они немножко поднимаются. Лучше стараться, чтобы штрихи были по форме. Можно где-то поворачивать листик, чтобы было удобнее штриховать. Я не поворачиваю, потому что лист приклеен, чтобы он из кадра у меня не вылезал, не выходил. Но вы можете вращать, если у вас не приклеено. Вращать свой рисунок вам будет так удобнее. Что вот так вот с этой стороны уже менее удобнее штриховать. Здесь вот тоже эту прядочку я выделю. Не обязательно, да, но просто чтобы было поживее. И тоже полностью заштриховываем волосы, чтобы они были темнее, чем лицо. Теперь что у нас вот здесь. Здесь вот нужно прям сделать еще темнее, чтобы эти волосы ушли назад. То есть это вот те волосы, которые там в глубине, а не дальше. Они могут быть еще темнее, чем основная масса волос. И темнее лица. Темнее тени на лице. Здесь вот тоже мы затемняем. И с другой стороны. Можно еще больше подчеркнуть. Прямо еще больше подтемнить. То есть рисунок выглядит выразительным тогда, когда есть черное что-то, а какие-то черные детали. Средние детали, ну то есть серые и белые детали. Когда есть черное и белое, получается контраст. Да, очень черное и очень белое. И рисунок выглядит более выразительным. Ну и серые оттенки их соединяют, эти черные и белые. Получилось примерно так. А, и теперь мы смотрим, что можно сделать еще. Вот эта вот шея, она... Ну ее в целом можно затемнить, потому что она там вдалеке. Сможно она у меня получилась длинновато. Ну может быть и нет. Может быть и нормально. Бывают девушки с длинной шеей, бывает с более короткой. И теперь смотрим, да, что еще можно сделать с волосами. Чтобы добавить им объема, можно вот эту вот часть, где пробор затемнее больше. Так вот. Так. Затемняем. Потом здесь немножко высветляется. И вот здесь вот волосы уже идут вниз по лицу. Да, и вот здесь вот мы затемняем тоже. Затемняем больше. А вот тут чуть-чуть посветлее, и за счет этого волосы выглядят более объемными. А вот тут они внизу опять могут чуть-чуть высветляться, поэтому оставляем. Так, вот тут мы то, чтобы волосы в глубине затемняем больше. Это делается просто за счет мягкого карандаша. Если у вас нет мягкого карандаша, вы можете купить в магазине канцелярском или в художественном. А здесь вот в рисовании карандашом очень важную роль играет именно хороший карандаш. Чтобы был мягкий, да, чтобы получались тени. И теперь с этой стороны можно тоже чуть-чуть затемнить у пробора. И потом вот здесь вот мы тоже затемняем, а здесь оставляем светлыми. Так, а вот тут опять постепенно книзу высветляется. И что мы еще затемним? Вот тут можно затемнить прядку, которая около лица. Здесь вот можно подчеркнуть и вот линии темные нарисовать потолще, чтобы волосы разделялись на прядки. Так будет тоже выразительнее и интереснее. Здесь немножко затемняем тоже. Ушки можно немножко так вот растереть, чтобы они ушли назад. Они же там в тени под волосами. Здесь затемняем. И добавим несколько прядей. Уже более темных, чтобы было поинтереснее. Ну вот кое-где, да, уже на свое усмотрение можно добавить. Чтобы прическа смотрелась поинтереснее. Если что-то нужно, стираем. Где-то что-то добавить поаккуратнее, да, что-то подтереть, что-то подчеркнуть и обвести, если нужно. Фон можно чуть-чуть стереть, если где-то размазалось. Ну и теперь уже по своему усмотрению в целом смотрим на свою девушку. Да, и смотрим, нужно ли ей что-то, что-то еще подчеркнуть, если нужно. Что-то еще затемняем. И уже дальше дорабатываем, если что-то нужно, так, по своему усмотрению. Что-то где-то можно растереть, что-то где-то, если затерлась, ластичком стереть, высветлить. И на этом мы заканчиваем этот мастер-класс. Всем спасибо за внимание. До свидания.